Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер, добрый вечер. На сегодняшний день, непростой день в истории нашей страны, непростое время в истории нашей страны, в истории нашей церкви, часто спрашивают, все-таки подчиняемся мы государственной власти или нет? Нет. Если да, подчиняемся, то это вроде как плохо, не должна всяких никому подчиняться. А если не подчиняемся, то вроде апостол Павел говорит, что надо властям подчиняться, всякая власть от Бога установлена, нет власти ни от Бога. Но вопрос разумный, актуальный для сегодняшнего дня. Каждый христианин, вообще каждый человек вполне вправе и обязан даже такие вопросы задавать и выяснять. Но, к счастью, ответ на такого рода вопросы, связанный с взаимодействием между церковью и другими внецерковными структурами, такими как гражданинская власть, ответ на такие вопросы есть в очень важном церковном документе, который называется «Основы социальной концепции русско-православной церкви». У нас сейчас и грамотные, у нас всех образований, если не высшие, это уж специальные средние наверняка. И все умеют читать, и все имеют интернет. И такой важный документ, как основа социальной концепции, каждый христианин должен читаться. При царе Петре Великом или Алексею Михайловичу население было и малограмотное, и неграмотное. И с них требовать чтение тех или иных документов было довольно неразумно. Сегодня можно бы назвать это требованием. Церковь требует, чтобы люди знали, в каких условиях они живут, и как церковь ставит себя по отношению к государству. А ставить на все очень просто. Церковь власти подчиняется как участник государства, участник общества, член российской нации, но не подчиняется государству своей духовной жизни, своей религиозной жизни. Это не общие слова. Это вполне конкретная вещь. Когда выбирают патриарха или ставят епископа на ту или иную кафедру, государство не имеет никакого здесь решающего и даже нерешающего слова. Это решает церковь сама. Думаете, это в порядке вещей? Ничего подобного. Практически во все времена жизни церкви, начиная с 4 века, после того, как прекратились гонения, и кончая веком 20-м, теми годами, когда большевики управляли нашей страной, ни одно серьезное церковное решение без санкций, а именно прямого волеизъявления государственных властей не происходило. Что у нас на Руси, что в Османской империи, что в Римской империи, в Восточно-Римской, что в других странах. А сегодня в нашей современной России церковь в этом смысле от государства свободна. Сегодня в этом смысле церковь от государства свободна. А в каком смысле не свободна? Ну, если церковь, например, решит построить сарбум, храм, и решит пренебречь требованиями пожарной безопасности, или безопасности газоснабжения, или требования к проводке электрической, тут государственные ведомства, те или иные, вмешаются и скажут, друзья, вы не правы, вы должны обязанно соблюдать государственный закон. Если не будете, будет плохо, мы вас штрафовать, но не разрешим вас построить. Иными словами, как говорит соцконцепция, те государственные законы, которые не противоречат законам Божьим, церковь исполняет. Но если они будут противоречить, если, тогда церковь призовет своих чад к непослушанию государству, к гражданскому неповиновению. Вот помните об этом, и всегда все становится на свои места. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok